Витамин С. В компании Greenway витамин С представлен в виде С-комплекса с биофлавоноидами. Почему это именно комплекс, а не привычная всем аскорбиновая кислота, я сейчас тоже поясню. А здесь биофлавоноиды цитрусовых, рутин, лавитол, по-другому дигидрокверцисен. А для чего нужны здесь биофлавоноиды? Для того, чтобы усилить биодоступность витамина С, чтобы он лучше усваивался организмом и не разлагался, потому что, как известно, витамин С очень легко разлагается. Также биофлавоноиды, они необходимы нашим сосудам. Они укрепляют, делают гладкую внутреннюю стеночку сосудов, потому что если шероховатые такие сосуды, да, негладкие, то именно в этих местах образуются атеросклеротические бляшки, которые нам совершенно не нужны. И мы заинтересованы в том, чтобы сохранять как можно дольше наши сосуды гладкими, эластичными, да, чтобы у нас кровяной поток был прекрасным и ничем не тормозил, скажем так. Какие признаки нехватки организма витамина С? Ну, самый такой распространенный признак, который всем известен, это частые простудные заболевания, которые говорят о сниженном иммунитете, то есть о нехватке витамина С. Почему, вот говорят, там с лимончиком надо чая попить или клюковку там, да, заварить. То есть организмом витамин С он не вырабатывается. Мы его можем получить либо извне с продуктами питания, либо мы можем получить его через биологически активные добавки. И, конечно, проще нам вот в современном мире, да, чем съесть там большое количество какой-то пищи, которая содержит там тот или иной витамин или микроэлемент. Вот, нам проще просто выпить капсулку, которая содержит все, что необходимо уже, да, вот ту дозу, которая нам нужна, вот. Еще какие признаки нехватки витамина С? Кровоточивость десен, сухая шелушащаяся кожа, синячковость кожи, то есть когда вот плотно жали, например, руку, остаются следы синяки на коже. Это тоже признаки нехватки витамина С. Кому показано? Ну, естественно, всем он нужен, да, но особенно кому? Диабетикам, потому что у них как раз-таки риск сосудистых заболеваний высок. Им поэтому на постоянной основе необходим витамин С. Также необходим он курильщикам, потому что никотиновая кислота с аскорбиновой кислотой, они являются антагонистами, то есть, ну, они как взаимо исключают, вот так назовем, друг друга, поэтому необходим дополнительный прием витамина С. Также витамин С необходим для того, чтобы в нашем организме синтезировался, поддерживался синтез или стимулировался синтез коллагена, так как он после 25 лет снижается, и особенно уже там после 25, после 30-40 там уже прием вот в таком вот виде вместе, да, еще плюс лизин на постоянной основе включить, это обязательно нужно. Про лизин я еще расскажу в своем другом видео. Это тоже такой аминокислота, которая не выделяется организмом, и ее тоже как витамин С нужно либо с пищей получать, либо через биологически активные добавки. То есть, вот в этом случае для того, чтобы свой собственный коллаген выделялся, синтезировался, да, тоже необходим нам витамин С. В чем уникальность, почему это комплекс? Он здесь представлен в виде трех форм. Витамин С представлен здесь в виде трех форм. Первый – это аскорбиновая кислота, идентичная натуральному витамину С, всем известной. Вторая форма – это аскорбат кальция, то есть это уже не кислотная форма, и если, например, витамин С, у кого вот гастриты, да, воспалительные заболевания желудка, у них может быть раздражение слизистой, то вот аскорбат кальция как раз-таки не вызывает это раздражение, поскольку это не кислотная форма. И аскорбилопальметат – это жирорастворимая форма витамина С, которая уникальна тем, что она хорошо проникает внутрь клеток. Вот, сейчас я посмотрю, все ли я сказала про витамин С, я себе записала, чтобы ничего не забыть. А, кстати, при низком гемоглобине тоже необходим витамин С, потому что он помогает лучше усваиваться железом. Если, например, человек принимает уже какие-то препараты железа, вот с витамином С они будут усваиваться еще лучше. Или если, может быть, он не принимает препараты железа, но в целом из пищи поступаемое железо оно будет усваиваться лучше. Поэтому тоже при низком гемоглобине людям, у кого это точно уже, да, по анализам они это знают, витамин С тем более рекомендован. Вот. Принимать за 30 минимум 15 минут до еды. По одной капсуле два раза в день. Вот, круглый год. Продолжение следует...